Ну, на самом деле, подписание каких-то документов, соглашения, с одной стороны, это такая вещь формальная. Ну, тем не менее, юридическая. Да, тем не менее, юридическая. Да, и я поняла, что сегодня мы будем первой муниципальной общественной палатой Московской области, с которой вот в новом статусе, с новой печатью вы подпишите это соглашение. Общественная палата Одинцовского округа официально подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами из Луганской Народной Республики. Печать в документе – определенное подведение итогов уже проделанной работы, а также возможность вывести на новый уровень социально-гуманитарное сотрудничество с новым субъектом Российской Федерации. Вот тот документ, который сегодня мы подписали, он, с одной стороны, наверное, важен, но он не является началом чего-то, потому что сотрудничество и та помощь, которую мы оказываем, она началась давно. Поэтому, наверное, просто вот мы сегодня формально, юридически закрепили наши отношения. Одинцовские общественники оказывают ЛНР гуманитарную помощь с осени 2022 года. За это время был проделан немалый объем работы, но на достигнутом останавливаться не собираются. В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие этапы взаимодействия. Одни из первоочередных запросов – поддержка детских домов города Алчевска и жителей недавно освобожденного населенного пункта Новоайдар. Это освобожденные территории, где велись бои, соответственно, там у нас более 30 семей, которые нуждаются в помощи. Это семьи и с детьми ОВЗ, и семьи, которые оставились без кормильца, соответственно, семьи погибших, да, и просто в трудных жизненных ситуациях, которые оказались, ну, в связи, в принципе, с экономической ситуацией. В первую очередь жители нуждаются в продовольственных товарах, канцелярии, бытовой химии, детских принадлежностях и сезонной одежде. Касаемо размерного ряда, там дети разновозрастные, да, то есть и в одной семье есть и по пять детей, и все разновозрастные, поэтому по возможности. Вот, там есть грудничковые семьи, вот. Население Донецкой и Луганской народных республик, последние 9 лет жившие в страхе, теперь ощущают себя частью большой страны и с надеждой смотрят в будущее. Мы уверенно даем этот бой, мы стоим на рубеже и ни шагу назад, потому что мы знаем прекрасное такое выражение, которое нам досталось от наших дедов. Велика Россия, мать, да, отступать некуда, позади Москва. Так вот, позади Россия и мы ни шагу назад не собираемся делать, мы будем идти только вперед, освобождая наши земли. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».